Привет всем! С вами опять Един. И сегодня я расскажу вам, как держать себя в форме. Про это меня попросила одна из моих подписчиц. Вообще, я хочу вам сказать, что меня очень радует, что вы мне оставляете комментарии и просите всякие видео делать. Продолжайте давать мне идеи на видео, и я с удовольствием их выполню. Так что, давайте начнём. Во-первых, самая важная вещь — это ваш образ жизни, потому что вы должны двигаться. Если вы весь день сидите или в классе, или на работе за компьютером, или... Не важно, что вы делаете, но вы только сидите, и вы не двигаетесь, то это очень плохо. Мой совет вам — это оставить автобус и просто пройти спешком. Когда вы начнёте ходить пешком, то уже эти 2-3 километра для вас покажутся очень маленькими. И я знаю, что в моём городе очень-очень интересно ходить пешком. Везде есть магазины, дизайнеры, везде люди, кафе. И очень интересно, так что эти 3 километра кажутся мне как ничто. Если я пешком или на велосипеде, это не важно. Но, допустим, в городе, где моя мама живёт, очень скучно. Тут, где жилые места и где не торговые, а как это называется, всякие центры — это не одно и то же место. И идти пешком — это скучновато. Так что я люблю слушать музыку, ходить и слушать музыку, или думать. Или, если я с подружкой, то можно говорить. Всегда есть выход. Я раньше ходила в спортзал, но раньше это мне принадлежало счастье. Теперь уже нет. Я решила, что я хочу не отделять время от моей жизни для того, чтобы делать спорт и держать себя в себе в форме, а просто заменить несколько вещей, допустим, автобус. Автобус — это трата времени. Заменить автобус на ходьбу пешком или велосипед. И я хочу вам сказать, что я на велосипеде иногда проезжала по 10 километров в день и не чувствовала этого. Так что дальше. Соль. Соль — это мой враг. Соль, она впитывает жидкость в вашем теле и делает вам чувствовать очень-очень плохо с собой. Вы всегда чувствуете усталость. Это из-за соли. Да, соль — это плохая вещь. Ещё один враг, который находится в вашем доме — это сахар. Это белый сахар, который вам приносят с фабрики. Белый или коричневый — это неважно. Я избавилась от этого врага и я пью очень много чая, да, но вместо сахара я пользуюсь стивия. Стивия — это такое растение, что оно очень-очень сладкое. Одна капелька, вот это приходит с такой пипеточкой, и одна-две капельки — это очень-очень-очень сладкое. И в ней ноль калорий. Нету там калорий вообще. Я пользуюсь этим вместо сахара, потому что сахар — это яд. Итак, я допью какао иногда и всякие неполезные вещи, но если я хочу себя хорошо чувствовать утром, я не пью ни какао, ни какие-то там соки, которые в коробочках, не знаю, как это слово говорить, но с консервантами, всё такое. Я пью или чай без кофеина вообще. Мелиса, марокканский чай и камамиль. Кофейна — это не очень здоровая вещь для вас. Кто пьет очень много кофейна в день, то у него к старости будут круги под глазами. Не к старости, а даже не к старости, а есть люди, которые 25 лет, и у них уже круги под глазами. Я не такой любитель кофе. Я допью кофе только в кафе, потому что мне это нравится. Не потому что мне надо кофе, я никогда не стою утром и говорю «кофе, кофе, где кофе?». Нет, кофе — это не для меня. Если уже не вот такой чай без кофеины, то зелёный чай. Зелёный чай — это очень-очень здоровая вещь. Оно вам даёт бодриться и защищает вас от аппетита. А потом не хотите слишком кушать после этого чая. И на завтрак лучше есть не булочки и всякое там из теста. Если вы съедите сладости какие-то на утро, какой-то коросон с шоколадом, то очень-очень рано вы опять будете голодны. И не только голодны, вы ещё будете уставши. Потому что когда вы кушаете сладости, вы сначала чувствуете, как будто вы хотите бегать. 300 километров в час, но через 15 минут вы опять будете очень-очень устали и будете себя чувствовать очень-очень плохо. Не знаю, если у вас в школе принято. У нас в школе было перед экзаменом. Нам говорили приносить шоколад. Не кушать шоколад перед экзаменом и всё. А просто целый шоколад принести и кушать весь экзамен. Потому что если вы кушаете шоколад, то сначала поднимается, а потом очень-очень опускается ваши силы и работа мозга. А если вы кушаете всегда шоколад, то ваш мозг будет на высшине. Но вы не хотите весь день только шоколад есть, чтобы быть бодрыми. Почти каждый раз, когда я кушаю, я ставлю две ложки семена чия. Так это выглядит. И это называется суперфуд. У меня есть омега-3. Каждый раз перед тем, как я кушаю, я сначала пью целый стакан воды. Ещё очень главная вещь — это не кушать три раза в день. Завтрак, обед и ужин. Кушать маленькие блюда, но много их. Потому что если вы кушаете только три раза в день, то вот эти вот перед утром и завтраком вы будете голодать, а потом вы придёте в завтрак, на завтрак, и вы съедите всю вашу кухню. Поэтому, если вы учитесь в школе или в университете, или проводите целый день на работе, то я бы вам советовала взять с собой порезанные фрукты или порезанные овощи. Я очень люблю морковку кушать или огурцы порезанные. И каждый раз, каждый час или два что-нибудь кушать, вместо того, чтобы кушать всякие шоколады, булочки или чипсы. Я бы вам очень советовала исключить всякие сладкие соки, кола и всё такое. Потому что в них очень-очень много калорий. Это первое. Во-вторых, они очень не полезны и вам. И в-третьих, если вы любители колы, то это очень плохо вашим зубам. Очень-очень плохо вашим зубам. Я пью колу иногда, но я никогда не пью её дома. Я никогда не покупаю, чтобы у меня была кола дома. Я пью колу в ресторанах. Если я кушаю в ресторане, иногда мне хочется запить эту колу, то я пью колу. Но я стараюсь, что нет, потому что я стараюсь лучше пить апельсиновый сок или морковный сок. Я очень люблю с яблоком. И вообще, я бы вам советовала попробовать. Если у вас есть соковыжималка для твёрдых овощей и фруктов, то я бы советовала сок из морковки, яблока и свеклы. Это очень-очень вкусно и очень полезно. Я пью это почти каждое утро, только когда я знаю, что мне будет силой помыть эту соковыжималку, потому что это не моё самое любимое занятие. Следующий совет будет полезен, кто ходит много в гости. Когда вы находитесь в гостях на каком-то ужине, есть всего столько много кушать, всё очень вкусно, и вы набираете всё в свою тарелку, и всё это едите. И это очень плохо. Я бы вам советовала сначала смотреть всё, что есть на этом столе, узнать всё, что есть там, и решить, что вы будете сегодня кушать, потому что эти ужины семейные или у друзей обходятся нам очень-очень дорого иногда нашему телу. Я не говорю вам, конечно же, сидеть на диете. Это не то, что я говорю. Я в жизни не сидела на диете. Я просто живу здорово и даю моему телу всё, что ему надо. Всё. Самый главный совет, который я могу вам дать, это чтобы вы ели здоровую пищу, как можно больше овощей и фруктов. Это самое главное. Как меньше жареного. Жареного вам ничего хорошего не даёт. Почти всё жареное можно заменить на варёное. Вместо того, чтобы кушать картошку фри, вы можете кушать пюре или варёную картошку. Это не менее вкуснее. Конечно же, эта тема очень широкая, и я могу на неё говорить очень-очень-очень долго и давать вам разные советы, что лучше кушать, что совсем не надо кушать, без чего можно жить, без чего нельзя жить. Я с удовольствием вам сделаю эти видео, но в этом видео я хотела вам дать несколько моих советов о моём образе жизни. Далее я также сделаю видео, видео, где я вам посоветую, что взять с собой в школу, кушать, и что кушать после школы, чтобы быть всегда энергичным и на все сто, чтобы вы всегда были сильные, и ваши мозги работали очень-очень хорошо. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь ко мне, если вы ещё не подписаны. Нас ждут великие дела! Пока!